Здравствуйте! Мы с вами продолжаем читать сказку сам Мако Принси. Напоминаю, что мы закончили на том, что лягушка у нас пришла в замок, принцессе пришлось рассказать всё, что произошло, и король сказал, что нужно держать слово. Иди и открой дверь. Принцесса пошла, и когда она открыла дверь, запрыгнула лягушка в комнату, следуя по следам принцессы, совсем или прямо к её стулу. Туолинса луо. Луо, это к, то же самое луоксе. Сиихен хэн яи кюкоттамяна, я sanoи, нота минут вирееси. Принцесса эпэрой, куннес кунигас кэшки хэнэн тодэлла. Здесь у нас ключевой глагол, яй, яада, оставаться, и этот глагол требует illатива, поэтому сиихен хэн яй, это и латив, то есть мы переводим как там она осталась, но по идее туда. И оставаться, что делать, ставим в третий инфинитив, здесь у нас кюкоттаман, это сидеть на корточках, ну как лягушки обычно сидят. И сказала, подними меня к себе, виреэн, да, рядом, виреэси, к тебе. Принцесса сомневалась, или колебалась, или медлила, эпэрой. Дальше слово куннес пока не, и получается, пока король не приказал ей повиноваться, подчиняться, тотэлла. Кун саммако оли пээссу туолилле, пырки хэн пээдэлле, и кун хэн оли пээссу т пэээлле, саной хэн, когда лягушка оказалась на стуле, она устремилась на стол. И когда она оказалась на столе, она сказала, ТЁННА КУЛТАЙНЕН ЛАУТАСЕСИ ЛЯХЕММАКСИ, Йоттавойме молэмма цюэда сиита. Принцесса текинин, ваикка ваштен милишести. ТЁННА, вообще ТЁНТА это толкать, подтолкни золотую тарелку, поближе, или просто подвинь, но вы видите, здесь у нас нулевое окончание, КУЛТАЙНЕН, да, золотую, потому что это повелительное наклонение. Я вам напоминаю, что в повелительном наклонении объект ставится с нулевым окончанием. Чтобы мы могли вместе, молэмммад оба, есть из неё сиита, вместо имения сэ с окончанием ста. И принцесса сделала так, хоть и с отвращением, ну или с неохотой. Милэллан, это с удовольствием, а здесь наоборот, вастен милэллэсэсті. Саммако söи hyвэлла халула, мутта принцессалле тартуй милтэ, joka су палат курткуун. Лягушка ела с хорошим аппетитом, есть ещё хорошее выражение, это в хорошем настроении быть, это наоборот в плохом настроении, а хювэлла халула про еду, это точно с аппетитом. Но принцессе, дальше, тартуй куркуун, это застревал в горле. Слова милтэй, это почти каждый кусок, почти каждый кусок принцессы застревал в горле. Я вам выписала словечко милтэй, довольно сложно запоминаемое, переводится как почти. Вихдоин Саммако sanoи, олен сюэннт кюлликсени, я олен вэссюнт, канна минут хуонээсээсэээсэ, я лаэта кунтон силккинэн вуотээсэ, jотто воиме молэммат нуккуа сіна. Наканецли кускас казала, я поела вдоволь, то есть я наелась, и уставшая. Вообще это всё, конечно, от мужского рода, от мужского лица нужно переводить. Отнеси меня в свою комнату. Канна, это от канта, и дальше, лайта кунтон, это обычно переводится как приводить в порядок, но здесь скорее, ну, расстели, да, расстели или застели шёлковую постель, силккинэн, шёлковый, и снова у нас нулевое окончание, потому что по-прежнему повелительное наклонение. Чтобы мы могли оба там спать. Кунинкаан тютер не решалась, глагол ушкал-та, решаться, не решалась даже прикоснуться, касаться, каю-та, касаться. И сейчас она должна лежать, лягушка, да, сэн олимээра, ма-та, лежать, в её красивой, чистой кровати. Вот такунинга саатуй ясануй. Этса халвексия сита, йока аутто синуа хадаса. Но король рассердился и сказал, нельзя презирать того, этса халвексия, но здесь ты не должна, тебе нельзя презирать того, кто помог тебе в беде. который помог тебе в беде, который помог тебе в беде. Силой принцесса тартуй саммако кауделла сормелла, кантуй sen вонесеэнса и ласки сен вонен нурккаан. Тогда принцесса схватила лягушку двумя пальцами кауделла сормелла, а не слайо в свою комнату и опустила ее в угол комнаты. Нуркка это нугол, угол. Но, когда принцесса макаси вуотесса, тули саммако хэнен луксэн и сказал, «Олэн вэссюнт. Тахдон нуккуа самуин куин синякин. Наста минут луксэси тайкэррон и сэллэси». Но, когда принцесса лежала в своей кровати, пришла лягушка к ней хэнен луксэн и сказала, «Я устала. Я хочу спать так же, как и ты. Подними меня к себе или расскажу працу». Силой принцесса сутуй оттисен кэтээнса и вискасисен вастен сэйна сануин нукунют румасаммако. Тогда принцесса рассердилась, взяла ее лягушку, то есть, в руку и швырнула, бросила ее в стену. Приговаривая, да, спи уже, спи, страшная лягушка, ну, некрасивая рума, некрасивая лягушка, уродливая лягушка. Что здесь у нас интересного? Швырнула в стену, да, приговаривая. Но это, кстати, только одна из версий событий, потому что я читала другие версии, что наоборот, лягушка запричитала, заплакала, что, ну все, ты меня не любишь, пошел я обратно в болото. или в родник, да, и тогда принцесса жарилась над лягушкой даже поцеловала ее. Но мы видим такую версию, что она швырнула об стену лягушку. Но когда лягушка упала на землю, она больше не была лягушкой, она была красивым кунинганпойка, принцем, то есть сыном короля, королевичем, у которого были красивые, дружелюбные глаза. принцесса. Он рассказал принцессе, что злая ведьма, плохая ведьма, заколдовала его. И никто другой, кроме принцессы, не мог спасти его из родника. Помните, мы переводили как родник, источник. Он просил принцессу стать его женой, полисо, то есть он просил ее руки и обещал лупаться завтра отвезти ее в собственное королевство. Но что будет на завтра, мы с вами тоже узнаем завтра. Пока я с вами прощаюсь. Мой мой минусе от дуэстет.